Осторожно, мошенники! На этот раз москвич обманом оформил микрозайм на жительницу Саиногорска. В январе в полицию города Металургов обратилась женщина. Она рассказала, что стала получать письма по электронной почте с просьбой выплатить долг. Оказалось, что кто-то оформил на нее займ в микрофинансовой организации на 4000 рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело. В ходе расследования сотрудниками уголовного розыска установлена личность злоумышленника. Это 18-летний житель Москвы, который купил персональные данные потерпевшей в интернете. Парень не стал отрицать, что оформил микрозайм и даже возместил женщине ущерб. Однако избежать привлечения к уголовной ответственности ему не удастся. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Кроме того, полицейский проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям. А в Черногорске мошенник, представивший сотрудникам госуслуг, выманил у пенсионерки около 30 тысяч рублей. На абонентский номер горожанки позвонили неизвестные, представились работниками портала госуслуг и сообщили, что преступники пытаются завладеть персональными данными пенсионерки. Для якобы блокировки подозрительной операции женщина должна была продиктовать коды, которые придут в СМС-сообщениях, после чего перевести деньги на счет, который ей скажут. Женщина четко выполнила инструкции и лишь переведя деньги поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело. Абаканские теннисистки показали отличные результаты в соревнованиях Агни Саян. В нашем городе в центре настольного тенниса завершились российские соревнования по настольному теннису. Свыше 200 спортсменов из шести регионов России продемонстрировали свое мастерство. Состязания объединили юниоров до 20 лет и юношей и девушек до 16 лет. Соревнования проходили с 5 по 8 октября. В наш город приехали спортсмены из Красноярского и Алтайского краев, Новосибирской и Иркутской области, Республики Хакасия и Тыва. Среди юниоров девушек весь педестал почета у наших теннисисток. Юношевой Оксаны, Горбуновой Марии, Васильевой Ульяны и Сладковой Виталины. Тренеры ожидают отличное выступление наших спортсменок и на следующем турнире такого уровня. Енисейская Сибирь, который состоится в Абакане в ноябре. А призовой фонд всероссийских соревнований по настольному теннису Агни Саян составил более 400 тысяч рублей. Хорошие спортивные новости приходят и из Тувы. Сборная России стала обладателем Кубка Минобороны Российской Федерации. Армейская команда нашей страны одержала победу в первом международном турнире по спортивной борьбе. Соперником наших военнослужащих в итоговых схватках была одна из сильных команд представителей Ирана. Всего в турнире приняли участие армейские команды шести стран мира.